всем привет меня зовут александр владимиров школа logic pro help сейчас мы с вами будем учиться создавать широкий такой стерео бас может показаться а что здесь сложного то мы берем просто напросто бас расширяем его посильнее ну и у нас становится бас очень широкий в стерео все круто все классно на самом деле все не совсем так просто если вы уже смотрели видео урок по особенностям создания саббаса вы уже знаете что в принципе должен быть так называемый саббас который отвечает за низкие частоты и должен быть mid bass у которого мы низкие частоты наоборот срезаем саббас у нас как раз таки дает низкую составляющую низкочастотную а среднечастотную составляющую дает mid bass давайте прослушаем пример такого deep house трека в deep house часто используется такое стерео вас достаточно широкий и прослушаем отдельно басы у нас есть саббас давайте мы его включим вот он саббас и как ни странно он звучит у нас в моно для того чтобы сделать его в моно конкретно здесь я применил плагин direction mixer и я сделал этот спред нулевым тем самым звук стал в моно как проверить вообще звук в моно или не в моно конечно можем это постараться на слух определить ну мы понимаем да что если звук сильно широкий стерео то он на ваших колонках или ваших наушниках или ваших мониторах будет звучать широко как будто по бокам если же звук звучит как будто перед вами как будто в центре посередине колонок то это значит что он в моно но для того чтобы более детально это все отследить можем пользоваться родным анализатором а именно мультиметром он находится у нас во вкладке мультиметринг мультиметр но здесь уже стерео и мы смотрим конкретно вот сюда на коррелейшн если коррелейшн у нас вообще ничего не показывает или находится полностью справа то значит что звук моно звук почти полностью в моно если же мы стерео спред сделаем максимальным то у нас звук будет даже уходить в антифазу он будет очень широким что не очень хорошо и изначально исходное положение вот такое и даже если мы выключим в принципе этот плагин то все равно изначально вас был немного в стерео хотя как мы видим даже не немного поэтому я сделал его в моно на слух как бы ничего глобально не поменялось почему потому что есть такое правило низкие частоты sub bass должны быть в моно низкие частоты должны быть в моно соответственно собас тоже должен быть в моно поэтому мы либо изначально накручиваем накручиваем его так чтобы он был в моно для этого в общем то мы можем воспользоваться там какими-то базовыми формами волны и не расширять звук там допустим с помощью ну если опять же там брать возможности значит самого алхими то вот здесь вот если бы у нас использовался не вот этот вот лот аудио а у нас использовался бы стандартный значит осциллятор там синусоиды с пилой то здесь у нас бы была возможность расширения дитюна и так далее мы бы этой функции не пользовались то есть мы бы изначально крутили звук в моно но здесь изначально такой был пресет он мне понравился ну что ж теперь ну не менять же все можно просто его сделать в моно благо по сток я сделал в моно звук ну сильно не пострадал то есть он в принципе остался звучать хорошо поэтому зафиксировали запомнили что саба бас у нас должен быть в моно и предпочтительно его сразу накручивать таковым либо если у вас вас ну как бы исходно широкий то вы можете вот такой вот штукой сделать его в моно окей окей что дальше а вот мид бас он уже может быть широким причем на него можем повесить даже реверберацию на саб бас мы ревер не вешаем как правило на низких частотах он звучать не должен а вот здесь вот на мид басе пожалуйста мы можем его сильно расширять мы можем делать почти все что угодно лишь бы у нас этот звук не звучал на низких частотах то есть низа мы срезаем давайте проверим как звучит вообще и выглядит вот этот вот бас по коррелейшн метро друзья вы давно просили и мы это сделали самое выгодное предложение с огромной скидкой в 90 процентов новый пожизненный доступ навсегда и без дополнительных платежей вы можете проходить обучение с любого компьютера планшета или мобильного устройства обучаться онлайн или скачать на компьютер весь архив наших курсов и материалов что сюда входит более 90 видеокурсов консультации по skype с преподавателями разборы ваших музыкальных работ техподдержка 24 на 7 по любому вопросу а также более 100 коммерческих ремейков и темплейтов популярные инструменты и плагины пресеты и сэмплы и все это с огромной скидкой в 90 процентов выбирайте свой секвенсор и получите доступ уже сегодня не откладывайте обучение на потом действуйте прямо сейчас мы видим что не очень-то широко он звучит но по крайней мере не в моно и в моно я его не делал он звучит достаточно так неплохо может показаться что ну в принципе можем же взять вот так вот тот плагин direction миксер до кто это использовал и взять и расширить звук но можем конечно но я не очень люблю такой способ мне нравится так именно корректировать ширину звука но взять и сделать вот из такого звука прям очень сильно ему очень сильное стерео можно но звук согласитесь стал каким-то очень странным он звучит как-то совсем неприятно давайте я попробую сделать громче возможно не сильно хорошо слышно то есть звук он начинает искажаться идея в том что вот этот параметр ну как правило он определяет именно все таки ширину звука но он расширяет звук либо сужает то есть исходного звука должна быть какая-то стерео составляющая для того чтобы звук в принципе расширился это тоже немного другая тема моностерео эффект хаоса и так далее мы сейчас так глубоко не будем это рассматривать поэтому я конкретно в данном примере решил показать вам немного иным путем который я чаще всего использую я делаю лейринг то есть сам бас вот этот мне нравится но он не очень широкий да и ничего страшного вообще не страшно но не сильно он широкий ним не беда мы можем добавить сюда еще один бас иными словами сделать лейринг я добавил сюда другой бас который звучит по-другому это не тот же самый пресет это другой бас который я там немного подкрутил из уже существующего слеп бейса пресета мы видим и слышим что звук тоже не самый широкий но мы можем его сделать широким с помощью плагина под названием spreader он находится у нас в разделе modulation вот он spreader давайте его заново откроем тут у меня он уже есть его удалим здесь нам ничего не нужно сильно выдумывать здесь очень мало ручек и нас интересуют пресеты я реально пользую пресеты потому что ну как бы они хорошо настроены и повторюсь ручек здесь немного вручную их крутить вообще нет никакой необходимости вайдап стерео отличный пресет который создает эффект хааса создает задержку для левого правого канала и у нас получается очень широкий звук кстати да маленький такой момент если вы сильно внимательны в отличие от меня то у нас мультиметр стоял не отсюда то есть не с этого значит звука а с мид баса давайте смотреть как без вот этого вайдапа да звук вообще в моно то есть он не широкий он в моно так он становится очень широким но здесь уже прям на слух это очень сильно заметно давайте еще раз очень широко маленький сразу такой лайфхак просто не могу не показать это то что если мы возьмем это direction миксер и постараемся расширить звук ничего не происходит потому что этот звук он этот плагин правильнее сказать он расширяет звук то есть он сейчас начинает проигрывать то что звучит по бокам он делает то что по бокам громче стерео составляющая моно составляющую делает как бы тише вот именно в таком положении но по причине того что исходно звук то вообще в моно то у него изначально не было никакой стерео составляющей как следствие мы вот этим плагином ничего сделать не можем звук вообще он он становится еще хуже и никакой другой обычный классический стерео расширитель там хоть и мейджер это айзотап например он не расширит звук здесь нужен прям эффект хаоса то есть работа с модуляцией поэтому мы как раз и шли в раздел модулейшн здесь выбирали спредер я надеюсь здесь максимально понятно просто запомните что если звук у вас изначально в моно то всякими вот такими плагинами типа вот этого direction mixer и даже каким-нибудь там опять же изотопом и мейджером вы не сможете это все расширить для этого нужна модуляция эффект хаоса и вот так мы получили уже очень широкий бас и вот этот бас мы можем подмешать к этому басу и вот к этому басу и в итоге мы получим довольно широкий такой вот звук давайте еще бочку включим звучит очень широко прямо достаточно сильно такие басы очень часто применяются в слэп хаосе сейчас достаточно популярный стиль музыки в слэп хаосе вот по любому когда я пишу слэп хаос там 12 слоя баса у меня идут прям вот по такой схеме white то есть они прям очень широкие они дают очень сильную ширину поэтому вот так вот это работает если вы где-то слышали в референсном треке в треке популярного какого-то диджея продюсера штам очень широкий бас то почти наверняка вот именно таким образом достигается ширина звука то есть саббас остается в моно а за счет широкого вот этого вот значит среднечастотного спектра широких мид басов достигается итоговое такое звучание которое кажется что бас вау бас широкий но по факту у нас широкими являются именно мид басы но не саб более того я проверял лично то есть я собирал несколько популярных треков больше десятка даже не несколько приличное количество и проверял как они звучат на низких частотах в моно или стерео должен сказать что 80 процентов случаев низкие частоты звучат в моно либо очень близко к моно то есть они не расширены но при этом бас в целом трек может казаться очень широким в остальных случаях 20 до бас тоже бывает низкочастотный он гуляет но это исключение из правила я крайне не рекомендую вам так делать потому что ну как бы низкие частоты должны быть в моно простой такой пример сабвуфер он же не стерео он в моно поэтому как бы вам низкие частоты в стерео делать совершенно необязательно на этом все пожалуй здесь мы разобрали как создать широкий бас какие есть особенности чтобы это все звучало хорошо чтобы не было никаких потом проблем там прямо на совместимости и так далее так что применяйте это на практике напомню с вами был александр владимиров школа logic pro help до встречи в следующих видео курсах и пока